Справится ли крокодил с черепахой, лошадью и антилопой? Как добыча обманывает льва на охоте? Чем закончатся противостояния птицы и слона? И почему не стоит отбирать еду у морского льва? Все ответы и самые эпичные моменты из мира животных в этом выпуске. Сегодня я покажу вам интересные битвы животных, снятые на камеру. Туристы в Зимбабве засняли охоту львицы на дикую африканскую собаку, также известную как гиеновидная. Хищница плотно вцепилась в глотку пса и постепенно утаскивала его с поля боя. Вдруг позади нее пробежала еще одна собака. Может, она решила напоследок взглянуть на своего павшего сородича? Вовсе нет, ведь сородич жив. Все это время пес мастерски прикидывался мертвым, а когда вторая собака отвлекла внимание львицы, жертва выскользнула из зубов и убежала. Вот это высший пилотаж. Зашел не на тот район. Как-то так можно описать то, что происходит на этих кадрах. Осьминог решил наведаться к группе центральноамериканских лакедр. То ли хотел поохотиться, то ли отжать территорию. В любом случае, он явно переоценил свои возможности. Рыбы всей своей бандой окружили его и начали атаковать. Осьминог несколько раз сбегал, выпуская чернила, но рыбы все время плыли за ним. Уже в толще воды банда снова окружила его, но на этот раз гораздо плотнее, после чего рыбы стали есть моллюска заживо. Уже вскоре от того буквально ничего не осталось. Камера видеонаблюдения засняла белку, которая что-то ест в кормушке. Но и ястреб желает что-нибудь перекусить и атакует белку. Он хватает ее цепкими лапами и удерживает на земле. В то же время он бьет ее своими острыми когтями. В какой-то момент ястреб начинает прикрывать белку своими гигантскими крыльями. Видимо, чтобы зрители не увидели жестокую расправу. Но они и не увидят. Белка сумела выскользнуть и сбежать. Что удивительно, через пару дней грызун вновь пришел на это место, чтобы подкрепиться. Либо эта белка бесстрашная, либо очень уверенная в своих силах. Крокодилы кусаются сильнее всех на планете. Кости они не ломают, а буквально крошат. Поэтому могут без особого труда раскусить даже плотный панцирь крупной черепахи. Смотрите сами. Но вот этой рептилии достался крепкий орешек. Причем в буквальном смысле. Этот аллигатор выбрал далеко не самую лучшую добычу. Как бы он не старался ее прокусить, у него ничего не вышло. Черепаха спокойно выбралась и поковыляла по своим делам. А аллигатор, наверное, лежал с мыслями, какой же он неудачник. Ладно, черепахи – стойкие создания, которых действительно трудно прокусить. Но что насчет лошадей? Уж их-то крокодил может слопать, верно? Что ж, давайте взглянем. Перед нами как раз несколько лошадей, которые стоят неподалеку от крокодила. Тот лежит, никого не трогает и, кажется, даже не хочет сегодня охотиться. А вот черная лошадь, наоборот, в дрочливом настроении. Она решает подойти к рептилии и напасть на нее. Первая попытка вышла неудачной, но во второй раз лошадь пару раз ударила крокодила копытами. Тот огрызнулся в ответ, но больше ничего не сделал. И снова у нас на очереди гиеновидные собаки. Они спокойно отдыхают на берегу, но тут к ним приходит гиена. Кстати, несмотря на название, гиеновидные собаки не являются родственниками обычных гиен. Эти животные принадлежат к разным семействам. Но вернемся к видео. Гиена разогнала всю стаю собак и уже думала, кого бы из них сегодня съесть. Как вдруг гиеновидные собаки дали ей отпор. Они побежали на нее все вместе, начали покусывать и заставили гиену убегать в ужасе и с позором. И на что гиена вообще рассчитывала победить в одиночку целую стаю? А вот и домашний родственник этих мощных африканских собак. Собака решила нарваться на обезьян, но явно переоценила свои силы. Обезьяны не стали терпеть и мигом бросились на грубияна. Повалили его, начали трепать и кусать. Псу пришлось срочно убегать, пока приматы с ним не разделались. Перед нами одни из самых известных животных Африки. Этот носорог – настоящий озорник. Он докучает жирафа. То ли пытается спровоцировать его на драку, то ли хочет поиграть с ним. Но жираф явно не в настроении. Когда носорог окончательно достал гиганта, тот лигнул его копытом по голове, да так, что звук раздался по всей округе. После такого носорогу точно будет не до игр. А вообще носорогу повезло, что жираф не стал бить в полную силу. Эти животные очень мощные, и одним точным ударом копыта способны проломить череп почти любому живому существу на Земле. Перед нами антилопа бушбок. Небольшое и даже хрупкое создание, с которым могут расправиться многие африканские животные. Бушбоку всегда нужно быть настороже. Особенно на водопое, ведь в воде по-любому есть опасные крокодилы. И вот, бушбок сосредоточенно пьет, и на него буквально вылетает крокодил. Скорость реакции антилопы феноменальная, особенно это заметно в замедленном повторе. Посмотрите, как круто бушбок уклоняется от смертельных зубов. Ну и крокодила стоит похвалить. Атаковал он очень быстро, но в тот день рептилия не на того нарвалась. Соперник оказался достойный. Орлы не всегда охотятся традиционным образом. Я имею в виду, когда они налетают на жертву и разрушают. Если дело происходит в горах, все можно упростить. Берешь жертву, взлетаешь с ней и сбрасываешь с высоты. Орел решил проделать это с горным козлом. Он плотно вцепился в травоядное своей мертвой хваткой и уже был готов столкнуть его с горы или заклевать на месте. Но козел не сдавался. Он побежал вниз, чтобы сбросить орла. Само собой, козел упал от таких пируэтов и несколько раз перевернулся, но зато орла он скинул. Птица наверняка травмировала крылья, поэтому пару дней ей придется отлеживаться и восстанавливаться. Домашние коты – уникальные создания, которые будто бы не боятся вообще никого. Вот, например, лиса пытается достать этого кота за деревом, но пушистик всякий раз парирует атаки. Лиса пытается укусить кота, но тот без малейшего напряга отбивается от нее лапой. Лиса не может надурить котика. Она пытается зайти с разных сторон и запутать хвостатого, но тот четко за всем следит и не дает лисе приблизиться к нему. Да, может, это была обычная игра, а не полноценная битва, но этот красавчик в очередной раз доказал, что коты крутые. Морской лев плавал в бухте и ожидал угощения от людей, и он дождался. Туристы бросили хищнику рыбу, тот поплыл за ней, но вдруг морского льва опередила чайка. Гиганту это очень не понравилось. Чайка явно попутала берега. Морской лев утащил ее под воду, отобрал рыбу, а затем мощно расправился с чайкой. Жестко, но зато сородичи чайки могут сделать выводы. Африканский венциносный журавль совсем небольшой, хоть он и высокий и имеет крупные крылья, весит не более пяти кило. Одно ухо слона может весить в 15-17 раз больше. Кажется, что эти гиганты сейчас раздавят журавля, но тот решил действовать превентивно. Журавль распахнул крылья и пошел на противника, издавая предупреждающие крики и не боясь разницы в размерах. Слона это не особо впечатлило, и он отмахнулся от птицы хоботом, однако все же отошел на безопасное расстояние от кладки яиц журавля. Теперь уже сам журавль пошел на слона, а точнее на слоненка. Детеныш попятился, и уже взрослому слону пришлось защищать его. Огромный слон попытался ударить журавля хоботом, но тот увернулся. Короче, тут оба зверя друг на друга нарывались. Противостояние закончилось вничью, лучше бы просто стояли мирно. Мы видим необычные кадры. Лев прячется от буйволов на дереве, как какой-то трусливый кот, но на самом деле это чистой воды разумное решение. Как сказал оператор, лев бился с буйволами, которые пришли на его территорию, но когда понял, что проигрывает, решил залезть на дерево и переждать. К тому же, в итоге он спрыгнул. Один из буйволов попытался напасть на него, но лев развернулся и сам побежал на буйвола, разогнав стадо. Правда, финальная победа все равно за быками. Другое травоядное побежало на хищника и прогнало царя зверей. А тут обратная ситуация. Несколько львов и всего один буйвол. Хищники устроили охоту на огромного быка, и тому пришлось спасаться бегством. Но в траве львы все же настигли его. Один из котов вцепился в быка и начал сильно кусать его. Буйвол вертелся и дергался. В общем, всячески пытался скинуть с себя хищника. И тут ему в голову пришла гениальная идея. Буйвол разогнался и влетел в машину туристов. Лев не ожидал этого и свалился от столкновения. Это дало буйволу несколько секунд форы, чтобы убежать. Видео обрывается, поэтому неясно, удалось ли большим кошкам догнать быка. Напишите в комментариях, кто по-вашему победил. И снова на очереди наши давние друзья. Гиеновидные собаки. На этот раз они охотятся на антилоп. Как правило, стая таких псов без труда расправляется с антилопой или даже двумя антилопами. Но эти собаки не на тех нарвались. Антилопы сбежали и забрались на небольшую скалу. Они выбрали идеальное место. Собаки снизу не могли допрыгнуть, а собаки сверху не могли дотянуться до них. Утес был слишком крутым. Антилопы мужественно выдержали давление со всех сторон и были вознаграждены. Опасные хищники разошлись. А вот еще одна охота, но куда более динамичная. Львица притаилась неподалеку от водопоя и выждала, пока к нему стянется как можно больше зверей. Сюда пришла масса антилоп и зебр, и львица начала охоту. Она бросилась в самую гущу событий, могла схватить буквально любое животное, и остальные вряд ли ему помогли бы. Но львица зафейлила с охотой. Вся добыча разбежалась, и царице зверей пришлось возвращаться на исходную позицию, чтобы ждать следующую партию зверей, которые захотят попить. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какое противостояние понравилось вам больше всего, и спасибо вам большое за просмотр.